Ну вот, можно попробовать подойти к проблеме таким образом, может быть. Вот представим себе так называемую чувственную жизнь, которая является предпосылкой, в каком-то смысле, предпосылкой разумности. Эта жизнь существует как контраст. Как развитие. Вот я, вот есть твёрдое, вот есть мягкое, и вот, собственно, переживание заключается именно в переживании перехода. Нет ни твёрдого, как качество, ни мягкого, как качество, а есть переход. Нет ни субъекта, ни объекта, собственно, чем я захвачен, если вот, даже не знаю, как определить это состояние. Мы сами когда-то контрастом занимались много, и вот, наверное, когда Гераклит говорит свои знаменитые парадоксы «День есть ночь», то, ну, Гейер это интерпретирует по-своему, а Платон интерпретирует по-своему, по-простому, что тем самым описывается чувство, предоставленное самому себе. И это чувство, по мнению Платона, так представленное Гераклитом, оно, собственно, ни о чём. Это сплошной поток. Причём мы не знаем, где кончается твёрдое, где начинается мягкое, где кончается светлое, где начинается тёмное. Сказать, что здесь нет границы, причём, любопытно, что нельзя сказать, что это, скажем, если говорить о тёмном и светом, нельзя сказать, что это просто серое. Вот интересно, нередко сказать, что это просто серое, что поток – это как вот день и ночь одно, можно понимать так, что это просто серое. Но это вот не так. Потому что на самом деле есть именно переход от светлого к тёмному, а не серое. Не один цвет, а есть вот всё-таки некий переход. И ещё одно важное обстоятельство – от светлого к тёмному и от тёмного к светлому – это разные переживания. Разные. Если было бы серое, было бы всё равно. От тёмного к светлому или от светлого к тёмному. Если было бы серое просто, было бы всё равно. Но это не всё равно. От твёрдого к мягкому и от мягкого к тёмному – это определённо разные состояния тела. От твёрдого к мягкому и от мягкого к тёмному? Да. От светлого к тёмному и от тёмному к светлому – это разные. Ещё раз скажу, если было бы просто серое, я имею в виду, светлое и тёмное тело. То есть есть направление, да? Да, есть ветер. Именно от и к есть. И даже без этого… Даже не притесняюсь спросить, а от красного к синему и от зелёного к жёлтому – тоже ведь разные переходы? Да, конечно. Но по-другому. По-другому, да. По-другому. То есть, когда Гераклит свои парадоксы формулирует, он, в частности, имеет в виду и вот эту природу как бы тела. То есть вот то, что, собственно, мы чувствуем, если разум не господствует. Ну, это вот то, что, наверное, Аристотель называет «животной душой» или «растительной душой». Хотя он нигде так не определяет растительную душу и животную душу. Иначе определяет, но… Что нужно для того, чтобы появилось качество? Вот от твёрдого к мягкому, от мягкого к твёрдому. Что нужно? Нужна граница. Потому что здесь границы нет. Есть переход, а границы нет. Переход есть, границы нет. Но сказать, что её нет, тоже неправильно, потому что это как бы сплошная размытая граница. Ну да, то есть она есть здесь, как бы… Есть внешняя позиция, но её нет для себя. Наверное, можно и так сказать, если не сообразить. Нет, точнее, она есть по факту происходящего, так сказал. Есть по факту происходящего, но нет для себя, для сознания. Вот так. То есть сознание всё время переходит, переходит, переходит. И сказать, что вот граница она, вот она, Петька. Такого она сказать не может. Да? Да, наверное, я вот думаю, как это всё назвать. То есть здесь, видимо, сознание действительно поглощено телом, как бы, не знаю, это всё-таки одушевлённое что-то. Мы всё время говорили о куске мяса, которое превращает тело, тело как кусок мяса, которое сознание превращает в форму. На самом деле, непосредственно предшествующим, так вот, интуитивно, всё-таки является, конечно, не неживое, а живое. А живое – это контраст. Что дело с контрастом, я не знаю. Контраст – это сигнал, это какое-то существование. Мы пытались когда-то, года два семинара, мы отдали этой теме контраста, ничего не вышло у меня, по крайней мере. А вот толковая цельная картина не вышла. Но то, что это вот изначальная интуиция, что если сознание как бы существует в теле и как тело, то мы действительно, это правда. А может быть она получается следующим образом, ведь мы же все привыкли, что есть цифровой мир. Это означает, что вот красная, 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 когда она достигла определенного рода интенсивности, то и сразу же мы говорим красная. А если даже чуть-чуть до него не достигла, то не красная, то есть единица и ноль. И вот в этот самый момент появляется контраст. То есть у нас с одной стороны вроде бы непрерывные сущности, но для сознания они оказываются по какому-то капризу органов восприятия нулями и единицами. Понимаете, да? Да. Красная и ноль. Красная и отсутствие красного. Красная и синяя. Синяя вот уже почти синяя, но все равно ноль. А потом он переходит вот некоторую границу, некоторый предел и сразу же становится синевой во всем своем многообразии. Вот такая же эта картина. Вот обратите внимание, что она от привычной картинки аналогового контраста, назовем его аналогового, да? В отличие от цифрового. То она, значит, отличается принципиально. То есть как бы получается вот такая своеобразная работа с контрастом, отличающаяся от медленного-медленного перехода, полутонового, полутонового. Здесь есть только яркие и цельные краски. И с точки зрения экономии определенного рода, так действительно, вроде бы, с физиологической точки зрения так и должно и работать. Вот у ребят, что там, красная колбочка, да, колбочка вспоминающая красная значение. И мы ему опа, светили-светили, а все, нету красного и нету. Сигнал достиг определенный или интенсивный. И сразу же единичка записалась, и нейрончик послал куда он хочет сигнал. Красная у нас, красная господа. Вот она, единичка. Был нолики, стали единички. Ну вот да, вот этот переход, я пытаюсь объяснить этот переход от аналога в шифровой ситуации. Да, ну она, понятно, не очень сложна. Это, по сути, по сложности сравнимо со сливным бочком унитази, мой любимый пример. То есть одна из гиперметических машин, с которой я сумел в свое время разобраться. Ну, вот точно так же. Она же простая. Но, с другой стороны, ее картинка отличающаяся от полутонов. То есть ее Вселенная другая, чем Вселенная Гераклита. Это важно видеть. Вот в чем дело. То есть принципиально, он скажет прям день и ночь одно, а фиг там. Мир-то как бы дискретный, цифровой. А поскольку он дискретный, а не неприводный, то день и ночь разные вещи. Поошибался гераклит. Просто те самые маленькие дискретники, которыми мы работаем. Ну, любое животное там. Цветок, животное, паук, то-либо еще. Они нас не достают до уровня наивной обстоятельности гераклита. Ну, Платон, в принципе, так и смотрит, наверное, на Гераклита. . И что он говорит? Это где он говорит? Да где он говорит? Тиетет, он говорит – это просто хаос. То есть чувство – это просто хаос. На чувство невозможно опереться, как нельзя опереться на хаос. Но такой дискретный мир – это не хаос, это легко понять, да, совсем? Дискретный – это нет, но чувство – это как раз не дискретный, а вот контрастный мир. Кто сказал? Получается, что дискретный мир – это чувство. Это чувство подвластное разуму. Ну, непонятно, может они сами по природе своей таковы. Почему? Муха завязала в растении, в мухоловке, в мухоловке оно завязывало. Бегает, бегает муха, бегает, бегает, как будто и нет мухи. А потом чуть-чуть пороговое значение превышено, бац, все, захлопнулось, и муху сидят в бедную и переваривают. Ну что, в мухоловке есть сознание? Да нет у нее сознания. Ну, ты знаешь, если говорить вот об этой метафоре цифровая или аналоговая – это чувственная ситуация, насколько я могу вспомнить, что я тогда понимал из наших студий по контрасту, то я бы сказал следующее, что контраст – это единственная чувственная реальность. То есть там нет никакой качественной реальности, нет никакой определенности переживания, но есть ощущение смены, есть ощущение контраста. Поэтому в этих цифровых метафорах следует сказать так, что сам факт смены – это единичка. Потом наступает ситуация чего-то однородного, но чего чувство не знает. – Ну, да. – Это ноль. – Да, но оно сработало, да. – Ну, оно сработало. – Ну, оно сработало. – Или не сработало. Или мухоловка сидит себе так и пахнет как раньше. – Ну, какая разница, мухоловка, не мухоловка. В общем, ну, понимаешь, тут как бы событием является смена, а не качество. У тебя-то, как бы, акцент на другом. У тебя, как бы, вот, красное созрело, как красное. – Да, у меня тоже событие, бац, и все. Вот это самое событие, которое приходит к нам в сознание, оно получается в самом начале принципиально сепарабельно, но сепарабельно, оно дискретно. Ведь, когда мы пользуемся контрастом, мы какие соображения нечаянно пропихиваем к нам? По поводу неприемной числовой силы, то есть неприемная числовая ось, мы ее где-то режем, и думаем, ага, вот здесь, вот здесь, вот здесь будет переход, да-да-да. А представим себе другую структуру этого пространства, оно устроено по-другому. Ну, самое простейшее, самое наивное, хотя я полагаю, что здесь не есть нечто более интересное, это когда она дискретна, и весь шаг у вас дискретен. – Ну, про это дискрет, понимаешь, тут вот все эти слова, про линии… – Ну, про дискретность и дискретность нельзя говорить. – Зеном, нет, как раз Зеном, про линии там, об этом части говорили, у них именно про хелес. – Они-то говорят про дискретность, непрерывность и все прочие материи. А то, что мы говорили и понимали про контраст, оно не в этом деле. – Не важно, что мы понимали про контраст, важно же, как на самом деле, насколько схема контраста адекватна реальному положению дел. Ну да, я понимаю, о чем говорили. Да, некое сечение на непрерывной цифровой оси. – Да нет никакой оси. – Есть, есть. – Нет никакой оси. – Она только и есть. – Там как бы вся сила рассуждения была в том, чтобы попытаться схватить опыт тела, опыт чувства, ну как бы вот до всех этих абстракций, с непрерывностью, дискретностью, осями и всем прочим. – Понятно, понятно. – А ты их сразу вводишь в качестве фундамента разделения? – Да, конечно. Потому что речь, видно же, о чем речь идет. Речь идет именно о таком. Именно вот о таком речи идет. То есть, как бы другое определение контраста. То есть, контраст становится значимым и, не побоюсь этого слова, контрастным. Речь идет о контрастном контрасте. Вот то, что мы говорили раньше. И как бы это был такой неконтрастный контраст, то есть серый. Серый, блеклый. Речь идет о контрастном контрасте. – Когда мы о таком говорили? – Ну, всегда. – Ну, шикарный ответ. Я никогда. – Ну, это именно вот такой был, когда о переходе. Это был вот серый контраст, да. Я говорю о контрастном. – Нет никакого серого контраста. – А в ярком мире мы в этой муколовке. – Контраст как таковой фиксируется, потому что происходит смена. Теплая, горячая, синяя, зеленая – даже не очень важно. Просто происходит смена. Что меняется – неважно. Важно, что меняется. Поэтому с самого начала говорили именно о контрастном контрасте. – И вот оно меняется, меняется, меняется. – Да не меняется серое и красное. Просто происходит смена. – Не серое и красное. А положили эту лягушку в горячую воду. И нагреваем ее, нагреваем. – Нет тут никакого контраста в этом примере. – Да, и нет никакого в лягушке контраста. Взяла и сварилась. Взяла и сварилась. – Я не понимаю, зачем ты про это говоришь. – Нет, потому что меня интересует действительность. Поэтому лягушка и сварилась. – Ну, сваривающаяся лягушка – это тоже как бы контраст. – Ну, это ваш контраст. Вот сваривающая лягушка – это ваш контраст. Ваш. Не цифровой. Если бы она жила в цифровом мире, как мухоловка, то есть дискретно, она бы не сварилась, а выполнала бы. А у вас вот варится, 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 варится лягушка. Варится бедная. И сварилась. Вот это вот то, что ты говоришь. Да, такая действительность в самом деле есть. Но приписывать, что некоторое изначальное понимание мира, то есть растительной души, что оно вот такое, но никак не приходится на мозг. Ну, может быть, безусловно, может быть. Я просто хочу заметить, что сигнал, то есть то, на что опирается лягушка, когда выпрыгивает, опирается на сигнал. Образа там нет. Там сигнал. – Как и мухоловка. – Да, разумеется. Сигнал становится отчетливым, связывается с другим сигналом, и она начинает реагировать и обучаться. Сигнал – это тоже контраст. То есть сигнал не нуждается в образе. Вполне разумное поведение лягушки… Конечно, не нуждается. Не нуждается. Да, абсолютно. Информация – это же никакого образа… Для понятия информации вообще образ не нужен. Только контраст. И вот вам вся информация. В животной машине, говорит Винер. Информация в животной машине. И действительно, в животной машине есть тут всего лишь смена, перемена. И получается жизнь, а контраст остается. И вопрос в том, как перейти от контраста, будь он таким пассивным, с чего я начал, или как вы, активный вариант, то есть предполагающий сигнал и реакцию. Все равно в основе лежит вот это самое бескачественное состояние, когда неизвестно, когда заканчивается твердое и начинается мягкое, неизвестно когда или где заканчивается светлое и начинается тёмное – и наоборот, неизвестно когда и где заканчивается тёмное и начинается светлое – и мы имеем именно вот этот контраст. Но не серое. А именно контраст. Именно вот это вот движение. Поэтому, собственно, сигнал и возможен, поэтому возможен переход сигналу и какому-то значимому поведению, вообще конформации. Если было бы серое, то действительно ерунда. А у Платона, получается, это как бы пропускается, получается, что все равно как бы то ли серое, то ли, в общем, ничего, хаос. Ну да, то есть он вообще отказывается об этом говорить, ну это что там говорить, там хаос и все. Потому что нет образа, и то это правда, образа нет. Как перейти к образу, то есть к качеству? Нужно зафиксировать границу. А что значит зафиксировать границу? Это значит осознать, какая это граница. В данном случае это прямая линия. Вот когда я осознаю прямую линию, а это уже работа не тела, конечно, тело, только вот переход, мелькание. Если сознание утверждает, что это прямая линия, то мы получаем качество. Получаем твердое, как некое качество, как образ, как предметность. Собственно, моя мысль в этом и заключается, что когда мы сознаём определённость границ формы, когда мы сознаём определённость формы, мы получаем... Можно было без этого сначала про контраст, про тело, про сигналы, можно было и без этого. Можно было просто констатировать. Я, кстати, в прошлый раз вот так и начал, что сознание определённости формы даёт нам предмет. Сознание... А ну, форма есть определённость. Мы с вами как рассуждали, вот, пока уже, был весь прошлый год и сейчас. На философии начинается от того, что сознание обнаруживает тело как форму. Как форму предмета. Вообще как форму. Этот факт сознания тела формы, сознание тела как форма, или создание тела как формы, это и является условием того, что перед нами появляется предмет. Как предмет. То есть, ещё раз, достаточно. А форма – это и есть определённость. Неопределённая форма – это абсурд. Форма – это определённость. Когда сознание превращает тело в форму, то есть в некую определённость, например, в прямую линию, ну, простейшим образом, в прямую линию, когда мы ощущаем усилием ума, ощущаем теперь прямую линию, не контраст твёрдого, мягкого, мягкого, твёрдого, 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 мягкого, мягкого, твёрдого, а силой ума ощущаем, благодаря уму, телом ощущаем прямую, то мы имеем, наконец, качество. Это твёрдое или мягкое. Это всё равно. Какое-то качество, то есть предметность. Это некая предпосылка, которую на самом деле мы, видимо, начинаем. Отдельный вопрос, как получается прямая. Прямая получается как движение точки. Это отдельный разговор, который сейчас вот я вести не хочу. Но в принципе, как бы, вот такое более общее построение заключается именно в этом. Когда ум осознаёт тело как форму, он осознаёт её, разумеется, как определённую форму, как прямую, как круг, треугольник, как кривую, но определённо кривую, разумеется, вот, то тем самым рождается сама ситуация предметности. То есть преодоление контрастности и ситуация предметности. Это как бы вот... Образа ещё нет. Но есть предметность. Есть вот эта позиция контрастность и предметность. От твёрдого к мягкому и твёрдое. Как твёрдое? Усилием ума тело чувствуют прямую, и результатом является твёрдое, с которой надо работать. Кроме этого, мы имеем следующую ситуацию, что форма себя как форма предметна не знаем. Форма себя предметна не знаем. Мы это тоже совсем уже второй год подряд. Вот, тело себя как форму не знает. И поэтому предмет первоначально дан непосредственно. Как мы говорили, непосредственно. То есть неопосредованно форме. Он существует благодаря форме. Твёрдое возникает как качество. Благодаря тому, что я осознал определённость формы. То есть в данном случае прямую. Но при этом твёрдое мне дано как непосредственно. Непосредственно. Не как ограниченное этой прямой. Не как опосредованное этой прямой. А как качество. Что это значит? Это тоже требует обсуждения. Хотя, говорю, мы это долго обсуждаем. Очень тяжело даётся. Мне, по крайней мере, вся эта феноменология даётся очень тяжело. Значит, что происходит, когда я говорю, ум обнаруживает тело как форму. Что это за ситуация исходная? С точки зрения отношения ума и тела. Потому что исходным является именно это. Сначала нужно осознать прямую, а потом уже говорить о том, что появилось качество. Иначе мы будем играть в контраст до скончания века. Что это означает? Вот такой вопрос я задал тебе сравнительно недавно. Что это означает с точки зрения отношения ума и тела? Мы говорили так, что ум обнаруживает тело как форму, и результатом является непосредственная данность предмета. Но когда ум обнаруживает тело как форму, что это означает с точки зрения соотношения ума и тела? По-видимому, это означает, что ум и тело тождественны. То есть ум превращает тело в форму, или иначе сказать, ум обнаруживает тело как форму. Это, конечно, усилие ума. Тело здесь пассивно. Тело не кусок мяса, но некоторым образом оно всё равно пассивно. Тело пассивно. Но результатом усилия ума является тождество души и тела, ума и тела. Когда, наконец, тело получает значение формы, определённость формы, это означает с точки зрения отношения души и тела, извините, что я повторяюсь, это означает ничто иное, как тождество ума и тела. А что означает тождество ума и тела? Тождество ума и тела, видимо, означает, что форма есть, но форма не сознаёт себя предметно. Тождество души и тела, ума и тела, видимо, означает, что форма возникла, существует, а форма – это и есть тождество ума и тела, но форма при этом предметно себе не дана. Вот так, форма существует, форма есть не что иное, как тождество души и тела, но предметно себе форма не дана. То есть результат усилий ума заключается в том, что он превращает тело в форму, результатом этого является тождество, ну, потому что он с самого начала форма. Другого определения ума мы не знаем, да и оно нам, кажется, и не нужно. Другое определение ума. И поэтому ум, когда он обнаруживает или превращает тело в форму, разумеется, он добивается только одного – тождество – себя и тело. Тело и себя. И это означает для самого ума, что форма есть, для самого ума это, видимо, означает, что форма есть, но себя, как форму, не знает. Когда это состояние мы достигаем, мы имеем вот этот феномен непосредственной явленности предмета. Когда форма есть, но форма себя предметно не знает, это есть определенное соотношение ума и тела. Когда форма есть, благодаря уму, но предметно эту форму ум не знает, или форма себя не знает, то это означает, что предмет дан непосредственно. Дан так, что его данность неопосредованно формы. То есть мы два логических шага. Мы достигаем того, что форма есть, есть, а предмет дан непосредственно, то есть неопосредованно этой формы. Форма есть, что форма тебя не знает предметно, просто есть. Поэтому соответственно, этому состоянию формы, то есть отношения души и тела, тоже лица души и тела, соответствует непосредственная данность предмета. Теперь, что значит это непосредственная данность предмета? Это интересно. Я в лекциях о досократиках остановился на том, что вода, которая не имеет границ, а предмет данным непосредственно, это, собственно, и означает, что у него нет формы, нет границы. Если он неопосредованной формы, это значит, что он, собственно говоря, безграничный. Что вода без границ не является водой. Это я еще тогда, 25 лет назад, в лекциях о досократиках, уже был такой умный, что я это заметил. И сейчас, мы говорили просто о том, что предмет дан непосредственно. Мы говорили, что? Мы говорили, что это некий момент обнаружения предмета, что он с одной стороны дан непосредственно, потому что действительно его представить как некий самостоятельный опыт, он нельзя. Поэтому это можно считать как некий момент, а другим моментом является вот форма. Всяко есть другой какой-то момент, а как самостоятельный опыт вот эта вот непосредственность предмета, когда предмет давлеет себе, еще раз, он существует только благодаря форме, но дан так, как будто бы формы в пламени нет. Для самой формы, для самого ума, он дан, как будто бы ни ума, ни формы нет вовсе. Действительно, как самостоятельный опыт, этот опыт невозможен. Ну, если пользоваться Аристотелем, то... но свет. Цвет, говорит Аристотель, интеллектия света. То есть действительно. А свет, соответственно, это возможность. Цвет. Что это значит? Это значит, что когда мы имеем дело со светом, мы света не видим. Света мы не видим. Свет есть лишь возможность видения. Видим мы только цвета. А света мы, звука мы не слышим. Звука мы не слышим. Это есть лишь возможность слышания. То есть первое, что мы получаем, когда получаем вот это вот тождество ума и тела, и мы получаем непосредственный предмет, которого мы, которого мы получаем лишь как возможность. То есть что такое свет? Это возможность видения. Как Аристотель, собственно, и говорит. Это возможность видения. А звук – это возможность слышания. Мы не видим свет. Еще раз. И мы не слышим звук. Ну, эту же ситуацию можно понять двояким образом. Первым – это говорить о свете как о некой нашей внутренней форме. А второе – как о свете, как о внешнем условии. Свет освещает все. Солнце освещает все своим светом. Еще становится красным, зеленым, полосатым. Каким-то там еще. Также и звук. Звук звучит по каким-то причинам. И в этом смысле появляется звук, то есть колебания. То сразу же становится громким, тихим. ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, РА, СИ и так далее. А можно понимать же эту ситуацию и субъективистским образом, когда мы говорим о свете в каком-то смысле как нашей внутренней форме, что ли? Это что значит? Ну как о нашей способности видеть, 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 видеть. Да, 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 да. Свет, вот способности вот так. Совершенно верно. Не очень хорошо, но, по крайней мере, две вот эти позиции, их надо четко между собой различить. Абсолютно согласен. И когда свет становится нашей способностью, то такая позиция выглядит несколько экзотически. Свет – это возможность цвета, а субъективно – это свет, это способность видеть до самого видения. Это некая возможность. В первом случае объективно подходит слово «возможность». Свет – это возможность цветов. Звук – это возможность определенных дворами, определенных звуков. А субъективно – это способность видеть и слышать еще до самого. У меня есть способность. Я еще не вижу, но способность есть. Совершенно верно. Здесь возможность, здесь способность. Но еще раз, я не вижу света. Да, ни в том, ни в том случае света, конечно, я не вижу. Это факт. Это и слога я не слышу, безусловно. Но все-таки, когда мы говорим о различии возможностей и способностей, то позиция, связанная со способностью, выглядит экзотически. Но я понимаю, что вы привыкли. Такая опасность всегда есть. Я привык уже. Что представляет, если с объективной стороны, что представляет собой, скажем, вот этот вот звук? В прошлый раз говорили, я обратил на это внимание, что опять в нашей трактовке было не очень понятно, является ли звук абстракцией. То есть, возможно, такая ситуация. Есть дор и ми, и есть звук. Как особый объект. Ну, тоже, третья позиция, да. Но не является. Не является. Не интересна такая позиция. Не интересна такая позиция. Я даже вспоминал материализм в этом виду, потому что материализм как раз понимает общее понятие, как возникающее именно таким образом. Когда мы берем конкретные плоды, убираем их в частные свойства, у нас появляется плод вообще. И так вплоть до внешнего мира как такового, по линиям материи, который есть результат нашей абстракции. На самом деле, это не интересно. Когда есть дор и ми, и есть звук. Потому что звука нет. Звук не является предметом. Ну, конечно. А я только вот сейчас допетлю, потому что весь год прошлый я, по крайней мере, не осознавал, что не делал этой поправки необходимой. Получалось, что этот апьерон – это тоже некий предмет, из которого рождаются другие предметы. Вот. Есть некий такой предмет апьерон, о котором можно сказать только то, что он чувственность. Некая чувственность. И он есть лишь… Он действительно есть лишь возможность, но, повторяю, это лишь возможность предмета, а не какой-то самостоятельный предмет. В материализме и эмпиризме, наверное, тоже это некий предмет именно. Есть дор и ми, а есть звук. Это нормальная эмпирическая материалистическая позиция. Это само по себе тоже любопытно, что материализм именно так смотрит на вещи. Их общие понятия образуются путем абстракции. Но это глупо. Нет, конечно, такого предмета, звук, наряду с дор и ми. А тогда что? Тогда с самого начала, когда мы говорим о возможности, то есть о звуке как таковом, который мы не слышим, мы сразу должны сказать, что он конкретный. То есть это конкретное до. И именно до. Другое дело, что мы его не слышим. Не как звук, не как до. Это лишь возможность звука. Но там уже до или уже ре присутствует. То есть эта ситуация и возможность, если это не абстрактный звук, ни до, ни ре, ни ми, так это значит до, с самого начала. Это вода. Такая мокренькая, плещущаяся, но просто мы ее не видим. Она у нас ни плещется, ни мокрит. Это лишь возможность всякого такого, в том числе и воды. И наше до в качестве возможности звука. Что это значит? Мы тогда даем интересное определение возможности. Это творчество сущности и существования. Интересное определение творчества сущности и существования. Это возможность. Но это уже скандал. Абсолютно. Потому что у Гегеля, конечно, ночь – это творчество сущности и существования. Но она ночь, у нее границы пространственно-временные. Она и ночь и существует. Это творчество ночь и существования. это и есть знаменитое тождество сущности существования. А тут получается совсем действительно неожиданно. То есть тождество сущности существования – это тот самый звук, который, ещё раз скажу, не может быть просто звуком, а должен быть до. Именно до. Но, конечно, никакого до мы не слышим, мы даже и звук-то не слышим. Это лишь возможность услышать всё, все звуки, включая и до. В первую очередь. То есть всё-таки фаленсовская вода в терминах Аристотеля – это свет? Это всё-таки не вода, это свет. А ну вот это вот та самая, где её возможность. Да. А у меня тогда вот ещё чуть-чуть, может быть, отмотав такой вопрос. Кстати, Аристотель так и говорит, что вода фалеша – это возможность, это материя. Это материя, да. Аристотель так и говорит, да. Просто это всегда гораздо проще понимается, но в принципе да, это тут возможно. Смотрите, отступая обратно в темноту контраста. Значит, вот есть этот самый чувственный контраст. В котором нет никакой определённости, но тем не менее что-то там происходит. Невозможно понять, что именно. Вот. Но это не нечто, это именно какое-то движение, это не что-то однородное и тем самым покоящееся, покоящееся. Окей. Как из этого выходит ум? Ум придаёт телу форму, скажем прямую, и тем самым вводит в этот мир контраста границу. Правильно. Введя границу, мы получаем вот эту самую чувственную воду. Но поскольку ум, придав телу форму, отождествился с телом, мы не создастся, то есть ни тело, ни мысль, не даны себе предметно, а стало быть предмет оказывается нам непосредственно данным. А куда делась граница, которую уже ум положил? И через тело внёс в мир, а стало быть, и в предмет. Потому что вот этот предмет, который перед нами оказывается, он в каком-то смысле возможности, то есть он не определён, он всё-таки безграничен. Там нет границы. Я понимаю, куда делась активность формы. Активность формы состояла в том, чтобы отождествиться с телом, и стало быть, она сама по себе не фиксируется, а предмет так, как будто бы нас нет. Но граница-то куда делась? Мы же её уже внесли. Да, благодаря этому что-то появилось. Да, благодаря этому появляется вода, которая всё есть вода. Ну, мне кажется так, что эту ситуацию, эту ситуацию возможности качеств, цветов, звуков, стихий, Ну, это ситуация... Когда мы говорим, что мы света не видим, а звука не слышим, это ведь ситуация не феноменальная. То есть мы ограничили, на самом деле ограничили, даже вот так ограничили, но то, что нам дано, оно лишь возможность видения. И его границу... Вот я вас спрашивал, начерта вам эта феноменология? Гиблое же дело, нет там никакой воды в этой феноменологии? Ха-ха-ха-ха. Ну, нет, да. Ну, вот. Но границы никуда не делаешь, по-моему. Это... У меня нет какой-то абсолютно твердой дверности. Ну, куда она денется? Благодаря ей всё это существует. Она существует непосредственно. Просто это не феномен. Когда мы хотим в этом увидеть какой-то феномен, получается какая-то такая бесконечная твердость, которая уже ушла и налево, ушла и направо ушла. На самом деле, чтобы получить непосредственность, не надо уходить ни налево, ни направо. Это просто возможность видения при сохранении границы, которую мы не сознаём. Вот надо просто логическое движение и к чёрту феноменологию. А, в этом смысле да. Ну и её. В этом... В этом смысле да. Но, видите, Игорь, чем отличается вот то движение, которое мы проделывали все эти годы, до прошлого года, когда мы занялись в Олесу? Вот вдруг. Чем отличается? Там было ясно. Форма актуальна, предмет становится. То есть форма создаёт предмет и знает, что сознаёт предмет. А здесь форма создаёт предмет и не знает, что сознаёт предмет. У нас форма создаёт предмет. У Гегеля предмет есть. У Гегеля феноменология дуалистичная, это совершенно точно. Есть ночь, есть день. Есть работа с этим днём и ночью. То, что день из бытия, это, конечно, работа ума. На то, что день как день существует до всякого ума. У Гегеля совершенно очевидно, откровенно и бессовестно. Никаких сомнений. То есть у Гегеля феноменология дуалистична, а другую феноменологию, собственно, и не знаю. Насколько она дуалистична у Фолеса, нам ещё предстоит это понять, если мы не умрём раньше, чем это поймём. Но всё равно есть разница в этих построениях. Но у нас всё-таки, я пытаюсь сказать, что форма всё-таки создаёт предмет, но себя в предмете не знает. Это, в самом деле, отличается, с одной стороны, от Гегеля, а с другой стороны, от нашей логики. И форма с самого начала не только сознаёт предмет, но и прекрасно знает, что она есть причина предмета. Форма актуальна, предмет становится в этой форме. И тут всё прозрачно. На самой форме не секрет, что она создаёт предмет, образует этот предмет. А здесь иная ситуация. Так вот, значит, мы имеем некое отношение ума и тела. Это отношение мы определили как тождество ума и тела. Результатом этого тождества является ситуация, когда форма есть, именно в этом тождестве ума и тела форма есть, но себя как форму не знает предмет. Ну или знает себя как экстенсивно, то есть интенсивно. То есть ситуация есть, форма есть, но предмет на себя как форму не знает. И результатом является вот этот непосредственный предмет, который мы определяем как тождество, как тождество сущности и существования. Как тождество до и, как сказать, непосредственность этого до, его давление себе, его абсолютность этого до, где оно, конечно, никакое не до, даже совсем не до, а именно тождество сущности и существования. Все-таки это очень странно, потому что, когда мы говорим о возможности, это то, что может быть, а то, может и не быть. А когда у нас есть существование, то это то, что есть. Поэтому, когда говорят, что тождество сущности, то есть существование и сущности, то, что точно есть, и сама возможность, то она, получается, в настроении обносит такое странное утверждение. Нет, возможность мы понимаем не как то, что может быть или не быть. Как способность, по-моему, прощения. Тогда здесь надо говорить не возможность, а способность. Ну, мне кажется, удобно различать возможность как объективную сторону ситуации и способность как субъективную. Здесь тоже сущность существования. Это же субъективная способность? Нет, у меня получается объективная. Это и возможность. Ну, потому что мы слышим «до» как… То есть мы его не слышим. «До» существует не как «до», но все-таки как нечто давляющее себе, идущее извне. Ну, просто тогда это просто термин неудачный. Невозможность, да. Нет, ну, предмет же непосредственен, а не субъект. Поэтому здесь и речь идет о том, что это вот непосредственно этот предмет. Просто это как бы некая возможность, которая обнаруживает себя в качестве возможности задним числом. То есть предмет уже состоялся, я уже услышал «до», тогда я говорю о звуке как возможности. Вот тогда так. Но здесь еще не состоялся предмет. Состоялся, я «до» услышал. Нет. «До» я уже услышал. Нет, не слышал. И красное, и красное я вижу. Нет, не слышал. Нет, Игорь, странно, что вы наше другое имеете в виду. Мы же говорим, что звука я не слышу. Правильно. «До» то я слышал «до». А как вы слышите «до»? Мы просто говорим, что этот звук должен быть «до», который мы не слышим. Вижу «красное», вижу «до». И вот в этом, значит, ситуации я понимаю одновременно звук, вот этот звук, понимаю уже как условие вот этого самого слышания «до». То есть звук возникает как условие моего восприятия «до». И точно так же я вижу красное, и я понимаю, что свет является условием восприятия моего вот этой самой красноты. Но краснота и «до» они уже состоялись. То есть я их конституирую вот эту самую возможность, то есть свет и звук с задним числом. Очень интересный подход. То есть нет, потому что вы же знаете, что возможность как таковая, она нам недоступна. Ну вот, ну сама. Как и философия, и материя по отдельности, и форма по отдельности. До того, как они слились. Ну вот все рассуждение, которое сегодня приведено, оно предшествует вот появлению звука конкретного или цвета конкретного. По специфическому смысле слова. Всякий раз. То есть дом, материя – это дерево, есть некоторая форма дома, а есть конечный дом. Вот сейчас мы видим тот же самый дом, и уже задним числом мы понимаем, что здесь была и материя, что здесь была и форма. Точно так же и здесь. Мы услышали «до», но понимаем, что условием вот этого, возможностью вот этого, являлся звук как таково. Вот так только. Который уже был «до». Да, уже был «до». Я понимаю, вы тоже самое взяли с другой стороны. Да, но он уже был «до», но мы понимаем это только тогда, когда услышали «до», «ре», кому что больше нравится. Это безусловно, потому что если начинать с некоторого реального опыта… И красноту точно так же. То есть мы видим красное, но потом мы понимаем, что ему предшествовал некий свет. Но давайте все-таки получим «до», а потом действительно вступит в силу в ваше рассуждение, что когда мы все-таки уже «до» слышим, действительно мы задним числом должны некоторым образом понимать, что условием этого «до» был просто звук, который как бы был возможностью «до», но вовсе не «до». Так вот, мы имеем некую ситуацию тождества ума и тела. Как исходную всей этой картиной. Ум в этом тождестве играет такую вот своеобразную роль. С одной стороны, результатом действия ума является именно тождество ума и тела. Ну а что такое тождество – это неразличивость. То есть ум есть тело, тело есть ум. Как же говорит Аристотель – душа есть тело. А с другой стороны, это тождество образовано самим умом. Ну вот еще вопрос сразу же. Свет – это получается все-таки вот таком субъективистском, я думаю, это субъективистский подход. Это возможность видеть. А звук сам по себе – это возможность слышать. Ну способность. Да, способность. Вот так. Или иначе все-таки. Потому что есть другая позиция, где свет – это сам свет, а не возможность человека его видеть. И звук – это сам звук, а не возможность человека его слышать. Так вот, мы и обрушились на эту другую точку зрения. Вот ту я называю, на которую вы обрушились, и вот ее называю агентивисткой. А есть третья, математериалистическая, которая говорит, что у нас есть некоторые общие понятия. Насмотрелись много цветов и придумали, что у нас есть свет. Слушались много звуков и решили, что у нас есть звук. Это вообще позиция не интересная. Вот, убирая эту неинтересную позицию, вы видите тут две позиции, а я просто одну позицию. На которую, если смотреть со стороны предмета, мы имеем свет как возможность цветов, а субъективная точка зрения, вот это вот тождество ума и тела – это есть лишь возможность видеть. Просто возможность видеть. Этому тождество души и тела соответствует свет или звук, которого не слышно, не видно. который сам по себе есть, как свет лишь возможность цветов, а звук как возможность звуков. Просто это показывает, что у нас, по крайней мере, рамка такого подхода, субъективистский подход оказывается непредставимый. Мы английский подход опять применяем субъективистский. Свет как возможность слышать. Звук как возможность слушать. Видеть, прошу прощения. Свет возмущения. По ЛСД говорят, что они путаются уже с собой, да. Где эти способности? Ну, Игорь, то, что вы называете субъективистским подходом, на самом деле единственно возможно, потому что, чтобы вообще что-то появилось, мы должны, разумеется, сначала объяснить форму. Пока нет формы, пока ум не сделал тело формой, это логически первый шаг, неизбежно. Значит, у нас какой-то там свет вдруг упадет с неба. Да, да. Да. Это будет въективистский подход, когда какой-то свет упадет с неба. Да. А у нас, естественно, свет является результатом того, что ум добился от тела, а именно добился тождества с собой, с умом. Так вот, в этом тождестве ум, с одной стороны, является частью этого тождества, и с этой стороны он никак не отличим от тела, а с другой стороны, он есть причины этого тождества, потому что именно он, ум, создал это тождество. И поэтому, как бы, у ума есть, ну, некий выбор, что ли. Он может остановиться на этом результате, достигнув тождества с телом, этого тождества себя и тела, ум может остановиться, но остановиться нельзя, потому что тогда он просто упадет на тело, он перестанет отличать себя, как тело, от тела, и тогда все еще есть. Ум должен оставаться активной стороной, которая, в общем, властвует над телом. Именно ум сделал тело формой, и все тут. То есть ум должен продолжать свою активность, или остановиться на полученном высоком результате. Тождество в мое тело – это, конечно, высокий результат. Это появление формы. Это, ух ты, будьте нате. Но если здесь остановиться, то и этот великий результат вообще исчезнет, пропадет. То есть ум должен оставаться активной стороной, но его активность уже относится не к телу, а к тождеству души и телу. Активность ума, либо она, как мне видится, именно такой. Тождество в мое тело означает, что либо ум вообще перестает функционировать, и тогда форма исчезает, либо ум продолжает свою активность, которая уже не является активностью по отношению к телу, а является активность по отношению к тождеству ума и тела. Возникает вот ситуация очень любопытная. Игорь, вы спортом занимаетесь? Я с внуком побегал в футбол, уже месяц не могу ходить. У меня все мышцы болят. Совершенно не восстанавливаются, зараза, возраст уже. Я не знаю, походишь, пострадаешь. Это связки. Связки, связки и мышцы тоже. Это не мышцы, это связки. Связки под коленины вообще, я не могу распределиться. Ну, в общем-то и мышцы, и заду, и задняя. Нет, но месяц в месяц мы не прошли. Связки. Прошли вы мышцы за это? Да, наверное. В общем, вот душа и тело, активность души по отношению к телу понятна. Она заканчивается неким тождеством души и тела неразличимого. А с другой стороны, это все-таки активная часть. Она не может прекратить свою активность, она потому что упадет. И мы снова отвернемся контракт. С чего снова пальчиком? Ну, что значит активность ума по отношению к тождеству души и тела? Это означает, что это как бы некое усиление этой точки. Этим я хочу выразить неудачно. Я хочу выразить активность ума по отношению к тождеству души и тела. Есть тождество души и тела, по отношению к которому душа активна. Проникает некая такая вот интересная ситуация. Душа активна по отношению именно к тождеству души и тела. И тогда первым шагом этой активности будет осознание тела как формы предмета, как границы предмета. Первым шагом этой активности будет осознание. Осознание формы как границы предмета. Теперь предмет будет у нас уже, нельзя сказать, что он будет опосредован формой. Потому что что такое граница предмета, это отдельный разговор. Пока мы имеем все-таки действительно осознанный нами ограниченный предмет. То есть вот то самое до. То самое до, рядом с которым будет ре. А далее ими, и так далее. Будет некий ряд. Этот ряд, ряд предметов, которые являются результатом активности. Этот ряд предметов, которые являются результатом активности ума по отношению к форме, то есть к тождеству души и тела. Имея вот это вот движение, как бы... Мы не можем сказать воспроизведение формы. Это просто вернется с первой ситуацией простого тождества. Воспроизведение формы – это снова создание тождества души и тела. Иная ситуация, когда, еще раз, душа активна по отношению к тождеству души и тела, и это дает нам осознание тела как формы, которое требует повторения нового осознания тела как формы, но как формы уже другого предмета. Но это вот я начал только разговор. Давайте считать, что мы закончили на этом тождестве. И в следующий раз, Бог даст, перейдем к тому, что ж такое активность по отношению к этому тождеству, и как мы переходим от непосредственного предмета к предмету конечному, то есть от того до, которое было вовсе не до, а неким тождеством сущности и существования, лишь возможности видения. Переходим к конкретному до, рядом с которым будет ре.